Здравствуйте! Тема нашего занятия – регуляция кровообращения, первая помощь при кровотечениях. На занятии вы узнаете о нейрогуморальном механизме регуляции деятельности сердца и сосудистого тонуса, а также о приемах оказания первой помощи. Несмотря на способность к саморегуляции, сердце является послушным исполнителем указаний нервной системы и желез внутренней секреции. Благодаря нейрогуморальным механизмам регуляции деятельность сердца максимально эффективно приспосабливается к потребностям организма и условиям его существования. Нервная регуляция быстро и точно подстраивает силу и частоту сердечных сокращений к текущим запросам организма через симпатические и парасимпатические отделы автономной нервной системы. Стимуляция направляющихся к сердцу симпатических нервов усиливает и учащает его сокращение, а раздражение блуждающего нерва замедляет и ослабляет их. Важную роль в регуляции сосудистого тонуса и артериального давления играет сосудодвигательный центр продолговатого мозга. Его влияние осуществляется преимущественно симпатическими нервами, которые приводят к сокращению гладких мышц кровеносных сосудов. В результате просвет сосудов уменьшается и объем проходящий через нее крови падает. Уменьшение числа импульсов, следующих по симпатическим нервным волокнам, кровеносным сосудам, дает обратный эффект. Уморальная регуляция. Один из механизмов регуляции процессов жизнедеятельности, осуществляемый через жидкие среды, кровь, лимфу, тканевую жидкость, при помощи гормонов, выделяемых клетками. Состояние сердца и гладких мышц кровеносных сосудов находится под контролем биологически активных веществ. Наиболее существенный вклад в гормональную регуляцию сердечной деятельности носят такие гормоны, как адреналин и норадреналин. Их высвобождение из мозгового слоя надпочечников сопровождается учащением и усилением сокращения сердца. Адреналин и норадреналин оказывают влияние не только на работу сердца, но на его тонус. Они сужают сосуды кожи, органов брюшной полости, легких и расширяют сосуды сердца, головного мозга и скелетных мышц. Большая потеря крови представляет прямую угрозу жизни человека. Быстрое и значительное уменьшение объема циркулирующей крови приводит к падению кровяного давления. Как результат нарушается кровоснабжение. Различают наружные и внутренние кровотечения. При наружном кровотечении нарушается целостность кожных покровов и кровь поступает во внешнюю среду. При внутренних кровотечениях возникает болезненность в области травмы, частое дыхание, бледность кожи, неутолимая жажда, а также изменяется состояние сознания. Рассмотрим виды наружных кровотечений и оказаний первой помощи при кровотечениях. Гематома. Признаками гематомы является повреждение сосудов с выходом крови в окружающие ткани. Появляется болезненная припухлость и синяк. Для оказания первой помощи необходимо прижать к ушибленному месту любой холодный предмет, что будет способствовать сужению кровеносных сосудов и уменьшению боли. Капиллярное кровотечение. Точечное, медленное выделение крови. Для оказания первой помощи необходимо промыть пораженный участок перекисью водорода, смазать края раны йодом, наложить чистую марлевую повязку. Признаками венозного кровотечения является кровь, вытекающая ровной струей темно-красного цвета с синеватым оттенком. Для остановки венозного кровотечения необходимо оказать следующую первую помощь. Поднимите конечность выше уровня сердца, чтобы уменьшить приток крови. Наложите на рану стерильную повязку. Туго обмотайте и завяжите концы повязки. Если рана продолжает кровоточить, наложите поверх первой повязки еще одно. Наиболее опасным является артериальное кровотечение. Кровь при этом вырывается из раны, пульсирующей ярко-алость струей. При этом необходимо оказать следующую медицинскую помощь. Прижмите артерию пальцем выше места ранения. Немедленно вызовите скорую помощь. Придайте конечности возвышенное положение, наложите на рану давящую повязку и жгут выше места ранения. Признаками носового кровотечения является вытекание крови из носовых ходов. При этом необходимо оказать следующую медицинскую помощь. Предложите пострадавшему сесть или слегка наклонить голову вперед. Попросите пострадавшего зажать пальцами крылья носа, наложите на область переносицы холодный компресс. Признаками внутреннего кровотечения является болезненность в области травмы, частое дыхание, бледность кожи, кровотечение изо рта и носа. Пострадавшему необходимо оказать первую помощь. Незамедлительно вызовите скорую медицинскую помощь. Создайте пострадавшему абсолютный покой, наложите на область травмы холодный компресс. Повторим главное. Работа сердца и просвет кровеносных сосудов находятся под контролем нервных механизмов регуляции. При повышении тонуса симпатического отдела автономной нервной системы частота и сила сердечных сокращений возрастает. Возбуждение парасимпатического отдела приводит к снижению частоты и силы сердечных сокращений. В отличие от сердца, регуляция функционального состояния сосудов зависит от симпатической нервной системы. Железы внутренней секреции оказывают регуляцию на сердечно-сосудистую систему. Смертельно опасным для человека является обильная кровопотеря. Своевременно и грамотно оказанная первая помощь может спасти жизнь человека. На этом наше занятие окончено. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok